Фляг, углы, заклепка, страду, горизонт – это лишь малая часть спортивных элементов в аэробике. Чтобы уметь их выполнять, нужно обладать выносливостью и терпением, уверена Ольга Маматханова. Недавно двум лучшим воспитанникам тренера выпал уникальный шанс поучаствовать в значимых спортивных сборах. С 3 по 20 сентября в городе Омске проходили тренировочные мероприятия сборной России по спортивной аэробике, где участвовали все сильнейшие спортсмены нашей страны. Один из таких воспитанников – Евгений Нефеодов. С этим спортом мальчиком познакомила одноклассница. И уже на протяжении трех лет Женя узнает все больше новых элементов. Я очень хочу выступить в паре. Из-за пандемии мы так и ни разу не выступили. И очень хочу попробовать в тройке выступить. Я хочу получить какие-нибудь звания, например, кандидат мастера спорта или мастера спорта. Милене Маматхановой всего 12 и 9 лет из своей жизни уже посвятила любимому делу – спортивной аэробике. Планы на будущее у маленькой Милены – самые, что ни на есть большие – попасть в сборную страны. Для осуществления этой мечты девочка уже умеет делать большинство элементов. Есть горизонт – это когда ты стоишь на руках, а ноги разведены как перечный шпагат на воздухе. Есть угол – высокий – это когда ты стоишь на руках тоже, и угол ноги разведены в рось. Есть крыша – это когда сейчас стоят руки, а таз – он параллельно полу. Разминка, пробежка и изучение новых композиций. На протяжении шести дней в неделю ребята ходят на тренировки, а каждая длится не менее двух с половиной часов. Уже в начале ноября в Нефтьюганске на базе «Жемчужины Югры» начнутся новые тренировочные сборы по спортивной аэробике. В наш город на 10 дней приедут сильнейшие тренеры и ребята со всей страны. Тогда и решится, кто из спортсменов будет состоять в сборной России. Галина Зорина, Дмитрий Смирнов, Телерадио, компания «Юганск». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...